Его называют «тихий убийца». Он подстерегает свои жертвы повсюду. От высоких широт Арктики и Антарктики до тропиков Сахары и Уганды. Преследует неотступно и убивает незаметно. Жертва не кричит и не агонизирует, а просто засыпает. Он не оставляет следов. Судмедэкспертиза ставит диагноз. Утопление, сердечная недостаточность, отек легких, но всех их убил холод. Если я верно все говорю, можете проверить. Следующая зима будет еще гораздо более суровая. И так потихоньку будет у нас все опускаться где-то в 2020 году до достаточно серьезных минусов. В апреле 2010 года произошла авария на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Сразу за этим появились предостережения и гипотезы, что разлившаяся нефть может создать на поверхности воды в зоне Гольфстрима тончайшую пленку, которая покроет огромную территорию и будет препятствовать испарению. Следствием этого могут стать небывалые жара и засуха в Европе, так как именно здесь находится кухня европейской погоды. Именно здесь происходит формирование атлантических циклонов, несущих свою влагу на европейский континент. В мае 2010 года американские ученые из НАСА, изучающие южную осцилляцию перуанского течения Эль-Нинья, публикуют прогноз о том, что наступающее лето в Европе может стать рекордно жарким за все 130 лет наблюдений. В конце июня на Россию и ряд стран Южной Европы накатываются волны жары и засухи, каждый день бьющие все исторические рекорды. Многие города оказываются в кольце лесных пожаров. Удушливый смог резко увеличивает смертность. Население находится на грани паники. В это время итальянские исследователи, наблюдающие за циркуляцией теплых течений в Мексиканском заливе, публикуют статью о том, что нагретый поток замкнулся сам на себя. И в гольфстрим, возможно, попадает меньше теплой воды, чем раньше. А это уже может грозить Европе катастрофически холодной зимой. На фоне малюсенького потепления, да забудьте вы о нем, у вас вот такие вот изменения, к которым надо приспосабливаться. На сколько? Лет на 50. Вооружившись самыми новыми научными достижениями, с помощью экспертов мы попытаемся распутать самые громкие злодеяния этого тайного преступника, без которого, тем не менее, современный человек уже жить не может. С древнейших времен человек ужасался и избегал этой страшной и мистической силы ледяного дыхания бесконечной Вселенной. Сталкиваясь с холодом, человеческий организм начинает отчаянную борьбу за поддержание своей собственной температуры. Но когда эта борьба становится неравной, начинается снижение температуры ядра, наступает гипотермия, а за ней смерть. За 450 лет до нашей эры Геродот, описывая фатальную морскую экспедицию персидского полководца Мордония, 300 кораблей которого попали в бурю около Афона, констатировал, те, кто не умел плавать, погибли по этой причине, остальные от холода. А это теплое Игейское море. 14 апреля 1912 года. Трагедия Титаника. Те счастливые 712 пассажиров, которые попали в спасательные шлюпки, выжили. Остальные, 1489, оказавшиеся в воде в спасательных жилетах, погибли в течение чуть более часа, несмотря на то, что море было абсолютно спокойно. Их убил холод. 7 апреля 1989 года. Катастрофа атомной подводной лодки «Комсомолец». Из 42 погибших моряков 36 убила гипотермия. А из этих 36, 16 человек были подняты на борт спасательного судна живыми. Но и их не смогли спасти, так как не умели выводить из состояния гипотермии. Даже среди спасателей до сих пор распространено дикое невежество в этом вопросе. Типа спирта, бани и растираний. Что только убивает замерзшего человека. Недаром как жертвы Титаника, так и комсомольцы в официальных отчетах значатся утонувшими. Цифра-то какая, Минздравовская. 60-80 тысяч человек ежегодно погибает от переохлаждения. Ни от обморожения, ни от заболеваний, от того, что ты простыл. Атиты, бронхиты, фаренгиты и так далее. Это тоже все болезни. Воспаление легких, от которых умирают люди. Если эту цифру еще добавить, этих умирающих, то эта цифра под 100 подкатывает ежегодно. То есть господин Холод, или как его, царь Холод, как хочешь его назови, он отнимает столько жизней. Немецкие медики первыми начали исследования по проблемам гипотермии в самом начале войны, неся потери среди летчиков, сбитых над холодными водами Атлантики и Балтийского моря. Люфтваффе очень ценила своих асов. И специальная спасательная служба искала их среди волн и обломков самолетов. Но чаще всего на борт спасатели поднимали летчиков в состоянии глубокой гипотермии, из которой выводить никак не получалось. И люди, в конце концов, гибли. По личному указанию Гиммлера, немецкий врач и офицер СС Зигмунд Рашер возглавил научную группу, которая должна была решить эту проблему и найти средства спасения от холода. Большая часть экспериментов проводилась над заключенными лагеря Дахау. Главной задачей Рашера было создание специальных костюмов для летчиков, в которых они могли максимально долго находиться в холодной воде, ожидая подхода спасателей. Многие из подопытных в этих исследованиях погибли, так как правильный подход в преодолении гипотермии Рашеру найти так и не удалось. Он предполагал, что лучший вариант – это помещение замерзшего человека в теплую воду, но, несмотря на это, большая часть из них не выживала. После войны эти эксперименты были признаны преступными и бесчеловечными. Тем не менее, американцы, захватив Дахау, вывезли все архивы Рашера в США для использования в собственных целях. И вдруг научные изыскания, которые имели первой целью понять, как спасать людей от холода, дали неожиданные результаты, что гипотермия и холод не только убивают, но и лечат. Античный врач Гиппократ был, пожалуй, одним из первых, кто описал терапевтический эффект гипотермии. Он рекомендовал раненых солдат обкладывать снегом и льдом. Хирург наполеоновской армии барон Доминик Ларье фиксировал в записях, что раненые офицеры, находившиеся ближе к огню, выживали реже, чем солдаты, с которыми возились меньше и держали в холоде. В 1945 году появились первые научные статьи, описывающие лечение некоторых сердечных заболеваний гипотермией. Далее стали появляться отчеты о лечении холодом заболеваний сосудистой системы и мозга. Сегодня криомедицина и криобиология широко развиты во всем мире. Воздействие холода изучается на клеточном и молекулярном уровне, и это каждый год приносит все новые ошеломляющие результаты. Но готов ли современный человек ко встрече с холодом не в лабораторных условиях, а в обычной повседневной жизни? Сегодняшний горожанин привык к теплу и комфорту. Он изнежен и не примеряет на себя судьбу пассажиров Титаника, хотя внезапно оказаться в экстремально холодной ситуации имеет шанс любой из нас. Так как же приручить холод обычному человеку, если каждая последующая зима, как прогнозируют нам некоторые ученые, будет все более и более суровой? Полковник Владимир Гребенкин, танкист, спортсмен и парашютист, а также отличный лыжник, к 39 годам оказался в военном госпитале с суровым диагнозом. Болезнь почек и коры надпочечников, нарушение кровообращения, комиссовать. В 38 лет увольняют как инвалида второй группы. Полковника не получил, подполковник. Сейчас уволюсь, приеду к себе на Урал, я с Пермской области, из глухой деревни. Приеду, скажу, вот инвалид я, все, костреляю в 38-то лет. И вот у меня возбуждение пришло. Я дед Домовец, все, что я достиг, достиг сам. Поэтому я говорю, ребята, оставьте меня на полгодика. Думаю, полковника получу, а там пусть увольняют. Они меня оставили на полгода. Прошло 32 года, я больше к врачам не обращался. В отчаянии полез в прорубь. Через пять лет он уже бегал марафон и стал чемпионом вооруженных сил по лыжам. Вылечив себя, стал дотошно вникать в тайны организма. Это так, что скоро материалов уже накопилось для кандидатской диссертации по биологии. Гребенкин построил свою собственную теорию ударного закаливающего эффекта ледяной воды и успешно стал применять ее на практике. Любые эксперименты и даже обычные купания в ледяной воде требуют тщательной подготовки и соблюдения правил и методик. Русская пословица «заставь дурака Богу молиться, а он себе и лоб расшибет» подходит здесь как нельзя кстати. Обучение рядового человека дружбе с холодом начинается с психологической подготовки и консультации с лечащим врачом при наличии хронических заболеваний. А эксперименты с длительным пребыванием в ледяной воде проводятся только на подготовленных добровольцах. Теоретически считается, что через 15 минут пребывания человека в ледяной воде наступает смерть. Но неоднократные эксперименты Гребенкина, как над собой, так и над добровольцами под наблюдением специалистов, показали, что эти рамки легко раздвигаются практически любым человеком после тренировки. Перед нашей камерой трое добровольцев находились в ледяной воде по 6 минут без движения. Температура воды плюс 2 градуса. Обычный среднестатистический человек за это время в результате холодового шока уже бы потерял сознание. Удачно эти трое попали. Пальцем в правой руке покажу самочувствие. Нормально. Нормально, да? Ну, так, что ли? Ну, что, минуту еще сидим? Ну, давайте. Хорошо. Достаточно будет еще 1 минуту. Первая реакция организма при погружении в холодную воду — это перераспределение потоков крови, которое является главным теплоносителем в человеческом теле. Множество периферических сосудов и капилляров, которые в обычном состоянии неактивны, начинают интенсивно работать, изменяя свой просвет согласно командам из центра. Нервная система обрабатывает информацию, поступающую из всех частей тела, и отдает команды по распределению тепла по наиболее важным органам. За короткое время происходит мобилизация абсолютно всех систем организма и подчинение их главной задаче — борьбе с холодом. С испытуемым поддерживается постоянный словесный контакт. Приборы фиксируют изменения состава выдыхаемого воздуха, частоты сердечных сокращений, внутренней температуры ядра тела. На шестой минуте эксперимент заканчивается. Под воздействием холода человеческое сознание активизируется, эмоции начинают переполнять испытуемого. Мозг получает команду «Борись или беги». Преодолев первичный стресс, человек начинает чувствовать переизбыток сил. Наступает своеобразная эйфория, ощущение радости и преодоления. Поверхность тела и легкие выводят наружу столько тепла, что человек, выйдя из ледяной воды, чувствует жар вместо холода. Я не знал, что я столько сумею. Ты посидел бы еще пару минут нормально. Один из учеников Владимира Гребенкина, спортсмен-айсмен Диаб Карим, в 2005 году поставил над собой уникальный эксперимент, не имеющий аналогов в мировой практике. Под наблюдением экспертов и ученых он провел в проруби с ледяной водой 60 минут, то есть ровно час. Вот человек под водой час. Да, этот сидит 50 минут. Из Веганска Андрея Исааков. 50 минут сидит под водой вот в таком состоянии. Дышит в трубочку. Через трубочку дышит. Под водой талый, да, талый воды, как в этой проруби. В один славках. Сидит с головой. Я чумею, потому что я его боюсь. Для чего нам это нужно? Дело в том, что современный спорт проявляет огромный интерес к восстановлению с помощью вот таких холодовых процедур. И уже и американцы, и китайцы очень активно используют погружение спортсмена в холодную воду после физической нагрузки. Это, по сути, не медикаментозные методы лечения очень большого количества заболеваний. Каждый из вас сейчас сможет здесь назвать истинную причину, почему вы оказались здесь, когда вас прихватил недуг. Преодолев страх перед холодной водой, человек готов противостоять любым климатическим катаклизмам, которые прогнозируют нам со всех сторон ученые на ближайшие годы. Психологическая готовность ко встрече с холодом и умение получать от него пользу включает внутренние механизмы защиты, о которых мы раньше даже не догадывались. Но именно они могут спасти жизнь в критической ситуации. В Гималаях и Тибете известна красивая легенда о монахе Миларепе, которого зимой лавина засыпала в пещере. Когда весной его сподвижники пришли туда, чтобы совершить обряд погребения, к своему изумлению они обнаружили его живым. Не имея с собой источника огня и лишь минимальный запас пищи, он погрузился в молитву и, распевая священные гимны, получал чудесным образом столько тепла внутри своего тела, сколько было нужно для ожидания весны и спасения. С тех пор Милареп считается одним из основателей мистической практики – туммо – поддержание внутреннего жара в организме. При посвящении монах должен был высушить на своем теле несколько мокрых пастыней, сидя обнаженным на морозе. Физиолог Ренат Миндвалеев из Санкт-Петербургского университета увлечение йогой сделал предметом своих научных исследований. Он слышал истории о загадочных способностях тибетских монахов противостоять холоду. С группой единомышленников они стали изучать эти легенды, пытаясь отделить правду от вымыслов. Экспериментировали на себе. Выезжали за город и сидели на снегу при 20-ти градусном морозе, обернувшись мокрыми простынями. Мы при минус 20 сидели полтора часа. Охлаждения как такового не было, потому что количество тепла, которое вырабатывается, достаточно, чтобы компенсировать теплопотери. Этим, в частности, объясняется разница в выживаниях людей в холодной воде. То есть при средней продолжительности 15 минут, после чего человек, как правило, погибает, описаны и зафиксированы случаи, когда человек находился более пяти часов в тех же самых условиях. То есть вот такой разброс означает, что у человека есть резервы значительного повышения теплопродукции. И, соответственно, должны быть методы, как это повысить. Дальнейшие исследования и эксперименты были направлены на поиски того механизма или органа в человеческом теле, который в экстремальных условиях мог генерировать просто невероятное количество тепла, защищающего человека как на снегу, так и в ледяной воде. Применив термодинамику как раз к организму человека, мы нашли, что для того, чтобы противостоять холоду, у нас внутри должен быть орган, в котором температура может возрастать неограниченно. Ну, с известной долей неограниченности. Соответственно, поскольку есть температурный лимит в клетках не выше 40-41 градуса, то есть 42 градуса, и идет уже денатурация белка, то приходилось искать этот орган, в котором может быть внеклеточная теплопродукция. Таким органом являются легкие. К таким выводам питерских ученых подтолкнула незаслуженно забытая работа советского физиолога Карла Тринчера, опубликованная в 60-м году. Тринчер первым высказал гипотезу о том, что легкие могут быть генератором тепла в организме теплокровных животных и использовать в качестве топлива жир, накопленный в тканях и крови. Но работы Тринчера были восприняты очень холодно в научном мире, так как казались совершенно невероятными с классической точки зрения. Фактически Тринчер нашел главное отличие хладнокровных от теплокровных, потому что вот то явление, которое связано с теплопродукцией или сократительный термогенез, то есть производство тепла в мышцах, оно на самом деле было обнаружено у хладнокровных, а именно на мышцах лягушки. В Урятом Мобилевской премии, как раз за это он и получил эту премию, английским физиологом Евьеном Хиллом. И он же нашел количественные характеристики этой теплопродукции на той же самой мышце, на портняжной мышце лягушки. Это три микрокорора и инограмм ткани. Так вот эта цифра, как ни странно, стала универсальной для всех. То есть с этих позиций современная физиология терморегуляции рассматривает человека как большую лягушку. Тринчер предположил, что именно под воздействием холода легкие, в дополнение к своей постоянной функции газообмена, начинают работать как окислитель жиров и вырабатывать тепло. Толчком, запускающим этот процесс, служит гипоксия, снижение уровня кислорода, который начинает активно потребляться всеми органами человеческого тела под воздействием низких температур. Этот процесс происходит в альвеолах, мельчайших пузырьках, составляющих основную массу легочной ткани. Температура в них может повышаться намного выше критической. Поражение ткани там не происходит, поскольку альвеола омывается кровью, и кровь, как жидкий теплоноситель, тут же все образующееся тепло уносит. В итоге мы можем себе позволить, например, дышать на морозе. Хотя у нас температура окружающей среды может быть там минус 30 градусов, но мы за долю секунды нагреваем этот воздух, именно потому что внутрилегающий термогенез позволяет создать вот эту завесу теплого воздуха. Дальше эксперименты были перенесены в Высокогорье, на склоны Эльбруса, так как именно в условиях высотной гипоксии можно было попытаться смоделировать процессы, протекающие в организмах тибетских монахов в Гималаях. Эксперименты последовательно проводились на высотах две тысячи, три с половиной и четыре тысячи метров над уровнем моря при температуре ниже нуля градусов. Подопытные, обернувшись мокрыми простынями, сидели на снегу по одному часу. На каждой высоте у испытуемых, выполняющих технику йоги Тумма, брались пробы крови, которые подвергались анализу в лаборатории университета в Нальчике. Нужна была гипоксия. Нужно было создать условия для запуска легочного термогенеза. Отчасти стало ясно, почему йоги постоянно стремились в горы. Не потому, что там ближе к небесам или там очень красивый, там какой-то духовный покой. Нет. В первую очередь, там гипоксия, высотная гипоксия, которая позволяет значительно сократить время обучения. И потом, спустившись с гор, человек уже имеет, как говорят физиологи, проторенный путь рефлекторный в своем организме, по которому он уже может гораздо быстрее достигать конечного результата, желаемого результата. Лабораторное исследование образцов крови, взятых высоко в горах, выявило еще один удивительный феномен воздействия холода. Количество вредного для сердца и сосудов холестерина у испытуемых резко снизилось. Регулярные практики, вот эти холодовые, они, похоже, делали то, что на Тибете называлось очищением сосудов или очищением каналов. Обычно это пытаются переводить, опять же, мистические каналы. На самом деле, на тибетском это рца, это сосуды. И, скорее всего, тибетцы были осведомлены о том, что регулярная практика тумо очищает сосуды. Поскольку один из похоронных обрядов на Тибете, это было как раз скармливание трупа по кусочкам грифа. Так хоронили людей, рожденных в год воздуха. Если человек родил, что в год земли его хоронили, в год огня сжигали, в год воздуха вот скармливали птицам. Так вот, они, когда разрезали по кусочку человека, они могли видеть, что если вот этот был тибетским монахом, практикующим тумо, они могли видеть, что отрасли ростических изменений в просвете артерий нет. Получается, что и любители зимнего плавания, и буддийские монахи, и современные йоги с разных сторон нашли подход к тому, как использовать холод себе во благо. Совершенно верно. Вот ведь, чтобы заинтересовать, ходить в прорубь, три момента сказать надо. Помнишь их? Я говорил, это перераспределение крови. Ты зашёл, и кровь из рук в ног отключается, туда меньше крови подаётся, куда избыток девается, 51 процент. Он идёт к жизненно важным органам. Сердце, печень, почки, селезёнка и так далее, переполняет их в три-четыре раза, он всё делает? Очищает их. Мы оздоравливаемся. Не надо пить какое-то масло, потом лечь на грелку и лежать. И чё жду? Печень очищается. А здесь каждый день или через день, пожалуйста, получаешь своё очищение. Второй момент. Это, видели вы сегодня, морда красная, тело красное. Да? Он должен был посинеть, позеленеть, а он красный выходит. Видели это? Сняли. Так вот, у него получается внутри на 30-40 до 50 секунд температура поднимается до 40,3 градуса. А 39, это уже все микробы, вирусы погибают. Ну, имеется в виду простудные, грипповые и так далее. А тут 40,3. На 1,3 больше. Все погибли. Два-три раза искупался. И неважно, где ты ходишь и с кем ты общаешься. Ну, понятно, с кем общаться. Понятно, что есть болезни, которые только из-за любви появляются. Да? Но мы об этом не говорим. Хотя тоже надо посмотреть, как это действует. И, наконец, третий момент. Третий пальчик загибаем, последний. Это очень важно. В воду зашел, выходишь, и радость переполнять ее. Андреналин, выброс в кровь такой, что фантастика. Потому что что? Каждый раз я вхожу в воду, чтобы я не выпендривался, мне все равно нет, мне не все равно. Я преодолеваю себя. Я преодолеваю себя, чтобы зайти в воду. Потом я плыву, я знаю, что я получу кайф, удовольствие. Так оно и есть. И этот выброс адреналина ни с чем не сравним. Прыжок с парашютом никакого сравнения. Я могу сказать, потому что я 74 прыжка имею. Я же десантник был. Вот. И поэтому каждый заход в воду это преодоление себя. Что бы я ни говорил, как бы я ни делал, что бы я там не фантазировал, я преодолел, поплыл. Вышел, кайф поймал. Оздоровился. Вот три момента. Наркоманять не будешь, пить не будешь, курить не будешь, любить будешь. Все, все нормально, все в порядке. Но ведь и русская православная народная религиозная традиция тесно переплетена с холодной водой. Это и купание в крещенской проруби в середине января, и повсеместно распространенные почитаемые места с купальнями над святыми источниками, в которых вода остается ледяной даже в самый разгар лета. Русское православие в этом уникально и несет эту древнюю традицию почитания холодной воды сквозь века до нынешних дней. А то, что кроме важной духовной составляющей это несет и несомненную пользу телу, мы с удивлением узнаем от современной науки. Этим объясняется вот этот феномен русского здоровья, о котором много говорилось, когда говорят, что русские какие-то очень закаленные люди. Они не закаленные были, потому что это был образ их жизни. Если мы в поэмах Пушкина в том же Евгении Онегине встречаем заявление о том, что Онегин принял ванну с Ольдом и сам Пушкин признавался, что полезен русский холод здоровью моему, то вот это было нормой. Ну а сможет ли выжить человек, если в Москве будет вся зима такой же, как на Северном полюсе? Что если в декабре будут замерзать черное и Средиземное моря? Готово ли человечество к жизни в городах, как на полярных станциях? Весь многолетний опыт арктических исследований дает нам ответ «Да, холод — это страшная сила, но с ним можно найти общий язык и можно уживаться на протяжении длительного времени». Сегодня даже дети и подростки не боятся покорять Северный полюс, и это уже не воспринимается как нечто сверхординарное. Но в декабре 2008 года знаменитые профессиональные путешественники Матвей Шпаро и Борис Смолин поставили над собой еще более сложный эксперимент выживания в условиях крайнего холода. Ночной автономный переход на лыжах от архипелага Северная земля до точки Северного полюса. Арктика. Это то место, где холод царствует безраздельно. Солнечный свет приполярной области нашей планеты попадает по касательной, значительно рассеиваясь в атмосфере. И более того, зимой полгода на полюсе Солнце вообще не показывается из-за горизонта. Наступает зимняя полярная ночь. Холод полностью останавливает здесь любую биологическую жизнь на огромных пространствах на протяжении нескольких месяцев. И только человек способен бросить в этих условиях вызов как холоду, так и самому себе. Термометра у нас не было. Мы только из предыдущего опыта понимали, что, допустим, если боковая стенка палатки промерзает на какую-то высоту, то мы четко понимали, что это уже ниже 40. Но если мы говорим о средней, то, наверное, минус 35, минус 40. Не, могло быть минус 25, но все-таки минус 35 это среднее. То есть туда-сюда оно гуляло, но я думаю, что и до 50 опускалось тоже. Никто раньше не ставил над собой подобного эксперимента. Три месяца пути по льду в полной темноте, 900 километров по 180 килограммов груза в санях на каждого. Условиями выживания в такой ситуации помимо воли и упорства становится специально подобранное снаряжение. Мы как-то для себя решили то, что одежда должна быть многослойна. Потому что вообще с одной стороны греет одежда, с другой стороны по нашему мнению греет воздух, который находится между одеждой, в слоях одежды. Вот это один подход. Второй был подход, над которым мы долго думали, это то, что вне зависимости ни от чего человек постоянно потеет. вот какая-то влага из него выходит. Значит, когда мы шли к серому полюсу поляра ночи, основная проблема это как раз было сделать так, чтобы вещи были максимально сухими. Потому что сушить в принципе ничего нельзя было. И нам нужно было обеспечить так, чтобы вещи не мокли. Не мокли в том числе от того пота, который выходит от человека. И на ногах, и во время спанья мы использовали некие внутренние вкладыши, они называются вепербарьеры. Это специальные вкладыши из непромокаемой вода, воздуха, непроницаемой ткани. Ну, типа полиэтилена. Но только более современного. И ты ложишься спать в большой такой кокон из полиэтилена. Поэтому немножко противно. 100 миллилитров, 120 миллилитров жидкости, оно вот после каждой ночи там в ногах. Но при этом, но при этом спальник у тебя сухой. И носки на ботинках, да, ты одеваешь там простой носок. После этого одеваем носочек, который называется вейпы барри. То есть это носок, который не дышит. Поскольку он не дышит, то пот от ноги во время работы он не переходит во внутренний ботинок. Поверх вот этого носка, который вейпы барри мы одеваем мягкий валенок или валеный чулок. Дальше мы одеваем вот этот ботинок. После того, как мы одели этот ботинок, сверху мы одеваем вот такие вот гамаши. То есть такая вот многослойная пирожковая конструкция. Вот у тебя влажный только твой самый первый, самый простой тоненький носочек. А все остальное у тебя, то, что толстое, то, что тебе греет, оно все сухое и оно может работать на следующие дни в течение 80 дней. Такой слой обеспечивает жизнедеятельность гарантирует до минус 50 градусов. Другой опыт существует такой. То есть нужно брать спальник из расчета на 20-25 дней. Потому что вот без этого вкладыша он каждый день там вбирает в себя влагу за ночь. Ну, допустим, по 100 миллилитров. На 20-й день это становится уже нечто таким вот. Ну, да, на 20-й день у тебя спальник смершится. Нужно его все выкидывать, а значит нужно тащить еще вот три спальника. Ну, да, банально он вместо того, чтобы весить 4 килограмма, становится весить 6 килограмм. И он уже не греет мокрый спальник. Сегодня покорение полюса весной, когда начинается полярный день, уже не кажется смертельно рискованной задачей. Российские полярники каждый год на льду разворачивают уникальный лагерь, обеспечивающий поддержку как научным, так и туристическим экспедициям. Здесь строится ледовый аэродром, принимающий как вертолеты, так и самолеты полярной авиации. Но когда круглые сутки светит солнце, даже 30-ти градусный мороз воздействует на человека совершенно по-другому. Нужно еще добавлять фактор темноты, и это вот все вместе, когда, допустим, морозно минус 35 и солнце сверкает, это вот одна ситуация, а когда солнца нет, и темно, это другое. Есть некий показатель градусов на термометры, а дальше есть дополнительные факторы. Светит солнце, теплее, не светит солнце, холоднее. Дует ветер 5 метров в секунду, холоднее. Дует ветер 15 метров в секунду, при минус 35, ну, ты, в принципе, уже не жилец. Потому что минус 50 без ветра ты абсолютно нормально переносишь. Минус 35 и ветер 15 метров, ну, ты сразу, там, у тебя сразу нос отмораживается, белеет, еще что-то белеет. Многие полярные экспедиции прошлого погибали даже не из-за мороза и холода, а из-за отсутствия солнца. Как сегодня известно науке, свет, попадая на сетчатку глаза, запускает выработку гормона радости, серотонина, а его недостаток ведет к депрессии и склонности к суициду. Шпарой и Смолин, стартовав в декабре, 90 дней двигались к полюсу в полной темноте, каждый день проводя по 10 часов в движении на лыжах. Мы шли там полностью, там, не знаю, по дневникам я посмотрел, у нас вот эта вот первая полоса света, она там появилась где-то в районе, может быть, 86-й широты, может, чуть выше, и это был февраль месяц. Сейчас вот во многих фильмах показывают это вот движение там вперед, переход из одного времени в другое вот так вот там в секунду. Я себя ловил на том, что я туда тоже уносился, так вот там представлял, что там происходит, и потом возвращался через пару секунд назад и вот что-то делал, собирал, но вот это вот такой вот эффект, он психологически помогал очень сильно. Противостояние тепла и холода разворачивается не только в арктических экспедициях, но и на уровне научных концепций. Если подтвердится теория глобального потепления и жара будет продолжать наступать по всем фронтам, то через 10-20 лет по прогнозам летом в Арктике вообще не будет льда. Это даст возможность прокладывать прямо через полюс новые судоходные маршруты, но и вызовет затопление огромных прибрежных территорий, где проживает до 25% населения планеты. А еще потепление может привести к исчезновению в естественной среде обитания белых медведей. Следующее поколение при таком развитии событий сможет их увидеть только в зоопарке. Но открытие для экономического освоения арктической зоны дает с другой стороны России ряд важных преимуществ. Это и добыча нефти и газа, и коммерческое использование Северного морского пути. Сейчас Северный морской путь открывается на 6-8 недель в летнее время для коммерческой навигации. Хотя всего лишь чуть более 70 лет назад именно в этих широтах легендарный советский пароход Челюскин пытался пройти из Мурманска во Владивосток за одну навигацию. Задача по тем временам была дерзкая и невыполнимая. И знаменитая экспедиция закончилась трагически. Если холод будет отступать и глобальное потепление продолжит растапливать арктические льды, то рамки навигации могут быть расширены. Но даже в сегодняшних условиях судовладельцы могут получить экономию средств около 300 тысяч евро на каждое судно. Сокращение пути из Азии в Европу по сравнению с классическим маршрутом составляет почти 10 дней. Например, чтобы доставить груз из японского порта Якогама в немецкий порт Гамбург через Суэцкий канал придется пройти 20 с половиной тысяч километров. А если пойти севером 12 тысяч километров. Но с такой радужной перспективой, что Северный Ледовитый океан станет теплым и ласковым и быстро наполнится торговыми судами и круизными лайнерами, согласны далеко не все эксперты. Потому что на самом деле у нас с ледовой обстановкой в арктических морях все будет меняться в сторону увеличения ледового покрова Арктики в течение ближайших десятилетий. Поэтому торопиться надо сейчас. Но в ближайшие два-три года, пожалуйста, ледовый покров сократился, потом и пойдет обратно. Там говорят, растает Арктика или нет? Ну, конечно, нет. Даже если, скажем, через лет 30-40 будет момент, когда на полюсе в конце сентября льда не будет вовсе, это же не означает, что она растаяла. Вот нет, скажем, в сентябре на полюсе. Такой год выпал там, добили. Но через несколько месяцев лед появился и снова занял всю территорию Арктики. Льды Арктики действительно тают. Но льды Антарктиды, по данным Котелькова, академика Института географии и советских антарктических и русских антарктических экспилиций, они наращиваются. То есть лед в Арктике тает, а в Антарктиде наращивается с той же примерно скоростью. И общий баланс ледового покрова на Земле остается неизменным. Куда дальше двинется мировая температура и насколько выгодно или разрушительно глобальное потепление сегодня спорят и ученые, и политики, и экономисты. Под арктическими льдами спрятаны огромные запасы нефти и газа, которые многим не дают спать спокойно. Если бы арктический лед растаял, то Северный Ледовитый океан заполнили бы двуровые платформы, как в Мексиканском заливе. Но одновременно обострилась бы и политическая, а может даже и военная борьба за полярные территории. Ведь в далеком и не очень прошлом есть примеры, когда колебания тепла и холода вмешивались в ход мировой истории. Одно из последних таких периодов глобального похолодания было в 17 веке, когда замерз Босфор, замерз Дартанеллы, замерз Гибралтарский пролив, Венецию товары возили по льду. Это глобальное похолодание имело очень важные политические следствия. Ну, например, в это время в Голландии шла война за независимость против испанского короля Филиппа II и там герцог Гальбас задавил совершенно этих гёзы в несчастных, потому что испанская пехота была самой боеспособной на континенте в то время. И вдруг ударили морозы. Посмотрите картины малых голландцев, посмотрите картины Петра Брейгеля-старшего, какая там зима в Голландии, да? И любивая испанская пехота побежала из Голландии, как немцы в 1941 году из-под Москвы. И победила голландская революция в 1965 год. А на Руси было еще интереснее. Москва-река в 1601 году замерзла на Яблочный Спас. Когда у нас Яблочный Спас? 19 августа. И это по новому стилю. А так еще раньше. В 1602 году то же самое. В 1603 году то же самое. Была суровая зима в Москве, пошел мор, голод по всей Москве, и пало правительство Бориса Годунова. Вот истинная причина смутного времени. Это поляки, там уже Дмитрий, все это уже семечки, это пошло потом. Во всяком случае, спорите, какие изменения температурного режима на поверхности Земли, какие могут иметь политические, исторические следствия. Смена холода на тепло и так далее. Вообще, слово потепление мне очень не нравится, потому что, во-первых, оно говорит о чем-то хорошем, а это, в общем-то, что-то плохое. Это просто не отражает суть дела. У нас изменения. Как можно говорить о потеплении на 1 градус при изменении на 10 туда-сюда? Ну, даже если это в плюс 10, а в минус 9, ну, это просто искажение немножко, так сказать, сути дела. Когда климат более нестабильный, что такое? В целом, большее влияние Северной Атлантики. У нас более кислое лето, более кислая зима. Это, в целом, тенденция. На фоне этого более резкие проникновения арктического воздуха северо-востока, и тогда у нас сильные морозы, либо сахарско-средиземноморского, либо с юга жаркого, и тогда у нас волна жары. То есть получается почти какое-то такое немыслимое сочетание. Температура на поверхности Солнца составляет около 5000 градусов по Цельсию. И лишь тончайший слой земной атмосферы защищает жизнь на нашей планете от чудовищных колебаний температуры в сотни градусов при смене дня и ночи. Как, например, на поверхности нашей соседки Луны. Мы наивно полагаем, что Земля, как и другие планеты Солнечной системы, вращаются вокруг Солнца. Это не так. Земля и другие планеты нашей системы, и само Солнце, вращаются вокруг центра тяжести нашей системы. А это не одно и то же. Потому что взаимодействие гравитационных огромных планет Нептун, Уран и так далее приводит к тому, что это расстояние меняется. Первое. Второе. Когда происходит прецессия в плоскости вот Земля-Солнце, прецессия отклонения вращения Земли относительно Солнца. И в зависимости от угла поворота оси вращения Земли различные регионы Земли освещаются и таким образом получают солнечную энергию в разных соотношениях. Поэтому, когда в Арктике тает лед, в Антарктиде он наращивается. И прочее, прочее, прочее. Вот этот параметр имеет цикличность вековую. Имеются гармонические колебания этого расстояния. Земля и Солнце лишь на самую малость в космических масштабах, удаляясь или приближаясь друг к другу, вызывают то бурное таяние арктических льдов, то глобальные ледниковые периоды, повергая при этом человечество в шок и трепет. Действительно, у нас сейчас период был относительного потепления, когда это расстояние было минимальным. К 2007 году он кончился. Если помнить, еще, говорят, детей надо, чтобы они не загорали, там, онкология и прочее, прочее, вот, активность солнечная, год солнечной активности, сейчас это не так. Сейчас мы начали удаляться от Солнца, и сейчас нас ожидает не глобальное потепление, а глобальное похолодание, малый ледниковый период, который, по расчетам ученых, может наступить где-то в 2020-м, 2025-м годах. И это хорошо, потому что холод для нас гораздо полезнее, чем глобальное потепление. Что ждет человечество через 10 или 20 лет? Какой климат установится на нашей планете в ближайшем будущем? Давать такие прогнозы сегодня очень трудно. Синоптики с уверенностью предсказывают погоду всего лишь на 7 дней вперед. А уж что будет через годы или десятилетия, с точностью не знает никто. Будет ли замерзать Москва-река в сентябре? Будут ли по каналам Венеции туристы зимой кататься на коньках? Или наоборот, может быть, побережье Гренландии и земли Франции Иосифа станут модными летними морскими курортами? А северный ледовитый океан заполнится нефтяными и газовыми буровыми платформами? Ответ на эти вопросы может дать только время. Но человечество должно быть готовым к любому развитию событий. Но так или иначе, мы и сегодня самая холодная страна в мире. Из 200 стран по суровости климата с нами может сравниться только Монголия. Там в среднем холоднее, чем на прибрежных научных станциях Антарктиды. Наука и технологии бурно развиваются, открывая невиданные ранее горизонты. Но несмотря на все это, люди каждый год и во всех странах продолжают погибать от холода. В горах и на улицах мегаполисов, на море и под водой, во время работы и отдыха. Это случается как зимой, так и летом среди взрослых, старых и совсем юных. Поэтому мы должны знать, как жить и уживаться с его величеством холодом, который несет нам как смерть, так и спасение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok